Икона для операционной. В Москве образ святителя Луки разместили в одном из самых важных блоков урологического отделения Первой Градской больницы. Написали икону по заказу одного из пациентов. В честь этого события молебен в стенах больницы совершил епископ Орехвазуевский Пантелеймон. С подробностями Ольга Снесаренко. У великих профессоров и академиков можно учиться искусству хирургии. И академик Лопаткин оставил после себя школу здесь. Но вот у святых врачей в них можно не только учиться, но можно просить их о помощи как ныне живущих и действующих. Так что святитель Лука остается у вас с вами, чтобы помогать вам в ваших трудах. Русский хирург, профессор медицины и духовный писатель. Лауреат Сталинской премии первой степени и епископ Русской Православной Церкви. Это все святитель Лука. В миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Канонизированный в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской. Все знают, кто такой Войно-Ясенецкий. Все хирурги читали очерки гнойной хирургии. И в то же время на иконе изображен святитель Лука. Я считаю, что если пациент верит, то результаты операции будут лучше. Икону для больницы написала Наталья Глазунова. За свой труд она не взяла ни копейки. А заказал образ бывший пациент Александр Басалаев. Два года назад врачи больницы сделали ему сложнейшую операцию. Как человек верующий, вспоминая самоотверженную работу хирургов, он, в свою очередь, не мог не задуматься о личности святого Луки, тоже высококлассного хирурга. Икону святителя Луки разместят в операционной. Еженедельно здесь проводятся десятки сложнейших операций. Некоторые из них длятся часами. И пациентам приходится надеяться не только на помощь врачей, но и уповать на Бога. Кстати говоря, в операционной уже есть две иконы. Святого Пантелеймона Целителя и Николая Чудотворца. Наличие икон в операционной – это очень хорошее дело. Это духовная поддержка для больных перед операцией, для сотрудников. Тем более нам приятно, что Лука в прошлом был хирургом. Когда я вчера дома сказал о том, что сегодня будет представлена нам привезена икона святителя Луки, мне супруга ушла в комнату и принесла буклет-то святителя Луки. Я говорю, откуда он у тебя? Она говорит, мне неделю назад матушка, жена отца Владислава, который у меня является крестным отцом моей дочери, 3,5-летней, она принесла этот буклет и сказала, это для Сергея. Она говорит, ну он же не просил. А когда она мне понадобится? Не прошло недели, как понадобился этот буклет. Она мне вчера принесла, я читал про святителя Луку. Благодаря стараниям Александра Басалаева икона была освящена на мощах святителя Луки. Ее возили в Симферополь, в Свято-Троицкий монастырь. В Москве же молебен в память о Луке совершил епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. Молим Бога о нас, святитель Отче наш Луко, и все святим. Я к усердному прибегаю им. После молебны епископ Пантелеймон окропил святой водой все помещения и отделения. Болезнь помогает нам все-таки вспомнить о том, что мы такое, напоминает нам о смерти, начинаешь смерти бояться. Думаешь, правильно я живу, может что-то надо изменить в жизни, сколько я прожилу еще на земле, я не знаю. Епископ Пантелеймон выразил надежду, что перед иконой святителю Луке будут молиться врачи и пациенты. Первые – о выразумлении в их сложном деле, обращаясь к святителю как к коллеге. Вторые – об исцелении, прося святого Луку избавить их от болезней, как телесных, так и душевных.